Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за тренера. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам сказать о том, что на моем канале совсем недавно вышел очередной выпуск правдивых пенальти, поэтому зайдите, оцените, буду очень вам признателен за ваши лайки и комментарии под теми роликами. Заранее вам большое спасибо, ну а также подпишитесь на мой второй игровой канал, ссылочка на него есть в описании под этим роликом, давайте добьем там 20 подписчиков, потихонечку будем маленькими шажками, но идти к 100 подписчикам, поэтому верю в вас. Ну что же, сегодня у нас очередной выпуск карьеры за тренера, сегодня у нас концовка очередного сезона, вот и мы в этом году решаемся с вами покинуть Манчестер Юнайтед, в прошлом году мы замечательно сыграли, в этом году тоже неплохо так идем, поэтому в этом году мы покидаем Манчестер Юнайтед. Не знаю, узнаете ли вы в этом выпуске в конце, покинем ли мы МЮ или нет, ну то, что покинем мы, это уже точно, но в какую команду перейдем, так было бы точнее. Поэтому давайте переведем время, теперь у нас Де Йонг Маэстро, и сейчас у нас выездная игра против Бормута. Вот таким стам мы выйдем, выездная хоть и игра. Но зато победа 3-1, 6 очков лидерства над Манчестер Сити, замечательно. Попробуем за 13,5 миллионов его продать. Так, а у нас пришло предложение по Брэндону Вильямсу, вроде его Брэндон зовут, поэтому за 9,4 миллиона хотят его купить в Реал Бетис. Интересный, конечно, и сам по себе трансфер будет, и игрока интересного отдаем, поэтому давайте увеличим его трансфер. Ван Дебек, снова провалили мы переговоры по продлению контракта. С Руни мы как раз подписали все на 120 тысяч, поднимаем ему просто зарплату. Гринд у нас теперь Ягуар. Так, ну и раз у нас сейчас заберут Вильямса, теперь нам надо Вайндалла покупать, 25-летний игрок из АЗ, в клубе этого игрока не против нам его продать, поэтому давайте за 3 полосочки здесь, это почти 8 миллионов, ну и за 3 миллиона в год будет играть у нас вот этот интересный голландский левый защитник. На 2 миллиона практически хочет Бетис сбавить, 11700, ну давайте соглашаемся. Все-таки мы не нуждаемся в этом игроке, нашли уже замену ему, вот такие вот дела. Вильямс перешел в Реал Бетис, Ван Дебек получил предложение от Тоттенхэма, но мы все равно давайте еще раз попытаемся продлить с ним контракт. Я не знаю, ну сколько уже ему предлагать? 6 миллионов 300 он будет уже получать, давайте отправим такое предложение. Сейчас, ну это почти в 2 раза мы, ну не в 2, там, в 1,7 наверное раз увеличим Ван Дебеку зарплату, надо отклониться, кстати, пока предложение от Тоттенхэма. Потому что Ван Дебек нравится мне как сам игрок, замена хорошая для Бруно Фернандоша. Ну и вот такого вот игрока, как Вайндалл, наверное так будет правильно его произносить, мы подписываем, да, намного он и лучше, просто на одну единицу рейтинга выше, чем Вильямс. Скорее всего мы его скоро продадим, но в любом случае нужно было делать какие-то замены нам на левом фланге. Итак, вы знаете, игра у нас в Кубке Англии, играем против Саунгемптона сейчас. И вот таким составом мы выйдем на этот матч. У нас победа 3-1, отлично. В следующей игре мы как раз сразимся против Тоттенхэма. Так, Вайндалл переходит к нам, Бруно Фернандош получил предложения какие-то. И Ван Дебек в Мадридский Реал теперь уже даже хотят. Ну вот то, что в Мадридский Реал это прям реально такие даже слухи были. Но опять, серьезно, он опять, сколько он хочет получать-то? Он вообще просто хочет уйти. Бруно Фернандош, предложение пришло от Вестхэма, мы отклоняем. Вот, ну и пришел к нам Вайндалл. Так, ну прошло время, давайте еще раз попробуем продлить контракт с Ван Дебеком. Я не знаю, ну сколько, у него было 6-300, давайте теперь 7 миллионов уже предложим, может 7 его устроит. Но мы запомним, 7 миллионов 300 тысяч там мы ему предложили. Сейчас у нас игра против лица, домашняя. 6 очков лидерства у нас на данный момент в чемпионате Англии. И вот как раз Вайндалл у нас сегодня выйдет в неплохой информе, в пиковой, поэтому почему бы не дебютировать ему. Итак, 5-3. Снова голевой прям матч у нас выдавался, 8 мячей забили команды. Но зато главное у нас это, естественно, победа. 6 очков все так же мы лидируем. Снова Ван Дебек говорит, что провалились, но ребят, давайте просто годовая зарплата по убыванию. У нас самая максимальная, ну 14 миллионов, правда. Но тот же вот Ван Дебек просит, мы ему предложили 7 миллионов 300. 7 миллионов 300, даже сколько там будет, чуть попозже, да, тогда давайте, ну 8, да, мы предложим. Сколько 8 миллионов у нас получает, блин, Решфорд. Давайте попробуем 8, потому что я смотрю, что там у нас тот же Де Йонг 14, еще 15 получает, поэтому ладно, попробуем, если что. Так, Вейн Руни у нас хотят забрать его в аренду, вот в Интер. Давайте повторные переговоры изменим на год и на 19 миллионов. На полгода, да, на полгода. Вот Бесака теперь у нас трудяга, а сейчас у нас выездная игра против Тоттенхэма, они идут на седьмой строчке. Вот таким стал мы выйдем против Тоттенхэма. Минимальная победа, замечательно. У нас теперь 8 очков лидерства над Манчестер-Сити. Так, ну снова история у нас с Антебеком, ну смотрите, здесь уже просто максимально. Давайте вот 8 миллионов, это прям максимально, если нет, то нет, значит мы не будем его держать деньгами, потому что да и не получится. Представители, ну здесь Интер, они согласились на полгода или нет? Давайте повторные переговоры, сейчас глянем. Да, они согласились на полгода и за 17 миллионов мы Уейн Аруни отдаем в Интер. Он там, ну Интер арендовал его, поэтому неплохо. За 17 миллионов Уейн Аруни забрали в аренду на полгода. Просто на одном игроке мы можем в год, если так понимаем, 34 миллиона зарабатывать. Супер. Так, Уейн Аруни отдан в аренду, все замечательно. Так, сейчас у нас домашняя игра против Уверхэмптона, они идут на 8 строчке. Вот таким стал мы выходим на эту домашнюю игру. 4-0 вынесли, замечательно. Теперь у нас 9 даже очков лидерства, а Челси поднимаются на вторую строчку. Рубен Диас переходит из Бенфики в Арсенал. Загоев перешел в Краснодар. Так, вот тот же Дехея получил у нас предложение. Ну, я не помню, что я вам говорил, что до 8-6 мы будем искать ему замену. Вот, сейчас у него 8-6 как раз, поэтому надо-надо как-то нам найти замену для... А все, давайте Ван Дебека уже точно продавать, потому что он не хочет продлять с нами контракт. А вместо него тогда мы купим Кая Хаверца. Вот. Посмотрим. Вот так, 3 года. Даже за меньшую годовую зарплату. Ну, Ван Дебек просто, мне кажется, уже сам понял. Ну, да и мы поняли сейчас, что даже не в деньгах дело, просто мы не сможем его никак удержать. Вот. Просто потом он уйдет бесплатно, нам это тоже не надо. Так. Насчет Дехея. Давайте пока что отклоню. Будет 85, тогда будем искать ему вот замену. Пока что что-то нам Скаут вообще не находит никаких центральных полузащитников. Я не знаю, долго ли нам еще ждать. Так, сейчас у нас выездная игра против Нью-Касла. И вот таким составом мы выходим на эту выездную игру. 2-0 обыгрываем. Замечательно. У нас 10 очков лидерства. Сити снова на второй строчке. Так, Кай Хаверц. А все замечательно. За 47 миллионов он к нам присоединяется. И вот предложенная зарплата его. 6,5 миллионов. Ну, неплохо. Это практически как Ван Дебек. 8-6-й. Даже он вроде помоложе будет. Ну, и мне чисто больше Кай Хаверц симпатизирует, нежели чем теперь вот Ван Дебек. После того, как он даже не хочет оставаться в Манчестере Юнайтеде. При Нанлоде у нас теперь трудяга. И вот оно приобретение Кай Хаверца, который, правда, сейчас, ну, из-за трансеров там каких-то. Я не знаю почему. Опять же, этот патч у нас полетел. И он не был в Челси. Вот. Ну, зато перешел к нам из какой-то там немецкой команды. Просто как из другого мира. Вот. Кай Хаверц присоединился замечательно. Бруно Фернандеш. Опять слухи. И слухи пошли про Шкринера. Все. Кай Хаверц к нам присоединяется. Так, нам пришло предложение. Здесь Де Йонга хотят купить. Выше, чем его, естественно, рыночная стоимость. Айнтрахт. Откуда у них такие деньги? Ну, мы, естественно, отклоняем. Вот. Нам бы сейчас нашего Ван Дебека продать. Вот. У нас стоит пока что основная задача. Итак, наконец-то пришло нам предложение по Ван Дебеку. Вест Хэм. Правда, его хотят купить. За очень маленькие деньги. Давайте хоть что-нибудь попытаемся с него все равно. Точнее, вот с Вест Хэма давайте хотя бы 40 миллионов. Вот. Три часа. Трансерного окна. На это потребуется. Так. Ну, они хотят хотя бы за 38. Ну, давайте. В любом случае. Он не будет с нами продлять контракт. Поэтому хотя бы хоть какие-то деньги с него мы заработаем. Это мы практически ничего не потеряли. Мы за столько же купили Хаверца. Замечательно. И все. Завершаем трансерное окно. Итак, в сборную месяца у нас попали 5 игроков. Это уже супер. Там 6 точно никто. Значит, у нас опять максимальная результативность еще и в сборной месяце. Милинкович Савич, кстати, минус 1 к общему рейтингу получил. Так. Сейчас у нас игра против Вест Хэма. Они идут на 8-й строчке. Я прям сейчас хотел бы попробовать Кай Хаверца. Он даже идентичен, как и Бруно Фернандеш. Тоже 86-й рейтинг. И Бруно Фернандеш что-то стареет. Ему уже тоже 30. Поэтому Бруно Фернандеша как раз и надо нам тоже менять. Вот. Ну, а так. Давайте. Ну, хотя и Бруно Фернандеша пиковая. Но все равно давайте попробуем именно Кай Хаверца в нападении. Ну, вот таким составом мы выходим на матч против Вест Хэма. Победа с счетом 2-0. 10 очков лидерства. Ну, и сейчас у нас такое время в Манчестере, что и Дхэ и Бруно Фернандеша нам надо менять. А вот кому вот эту капитанскую повязку отдавать, чтобы еще и навык был хороший, чтобы придавал плюс. Это тоже надо кого-то, да, в некоторых матчах отдавать капитанскую повязку. Поэтому сейчас у нас игра против Брайтона. Может быть, давайте и попробуем против них дать кому-то другому капитанскую повязку. Давайте я дам капитанскую Кай Хаверцу. Все-таки та же позиция, что и Бруно Фернандеша. Да, он самый тут и молодой практически у нас. Тот же Гринут ему 23. Самый молодой вот у нас игрок. Поэтому давайте вот таких игроков будем пробовать на капитанской повязке. Поэтому Брайтон и Мью. 2-0 победили. Молодцы. 10 очков лидерства. Предстоящий дерби может стать решающим фактором для нашей победы в лиге. Давайте скажем, это будет сложный поединок. Вот, не будем говорить, что кто-то здесь победит. Потому что у нас большие проблемы всегда с Ливерпулем. Вот таким составом мы выходим на домашнюю игру. И, наконец, мы побеждаем Ливерпуль минимально 1-0. Теперь у нас 12 уже даже очков лидерства над второй строчкой. Замечательно. Итак, сейчас у нас четвертьфинал Кубка Англии против Тоттенхэма. Вот таким составом мы выходим. Минимальная победа. И в полуфинале мы встретимся либо с Сити, либо с Челси, либо с Вестхэмом. И мы встречаемся с Манчестер Сити в полуфинале. Так, нам скауты нашли Жоа Феликса. А тянутый форвард, но, говорят, у него на АПЗ вот тоже А. Именно как оценка позиции. Поэтому давайте я добавлю пока что в список. Ну, еще нам нашли Неймара 89-го, говорят он тоже, но ему, правда, 32 года. Поэтому давайте я попробую подписать Жоа Феликса сейчас и постараемся продать Бруно Фернандоше. Надеюсь, на эту замену никак не заметится, потому что оба португальца. Правда, этот очень даже молодой. Поэтому попробуем. Шансы на успех, говорят, у нас высоки. И попробуем вот за 60 миллионов подписать Жоа Феликса. Давид Дехея хотят подписать в Рому. Мы пока что вот отменяем все пока что переговоры. Да, Шкринера хотят в Реал. Тоже мы пока что отменяем. И ждем предложений по Бруно Фернандоше. Но пока что они тоже вот не приходят. Стракоша у нас теперь Трудяга. А у нас сейчас игра против Шеффилда. Они идут ниже 10 строчки, поэтому мы здесь даже отдадим кому-то другому капитанскую повязку. Хай Хайверс будет у нас капитанской повязкой. Вот таким стал мы выйдем на эту игру. И победа 4-2. Замечательно. 15 очков уже даже лидерство у нас. Челси снова на второй строчке. Так, Пажо Феликсу. Ну и тут везде по плюсу они решили дать. Ну давайте 73 миллиона. Все равно мы подпишем его. Вот, естественно, мы уже не потренируем его. Он придет только летом. Вот, но все равно мы продолжаем. Как будто мы еще будем тренировать Манчестерю на этот. Так, а у нас 1-8 лиги чемпионов. Играем мы, кстати, против Наполи. Выездная игра. Давайте теперь самый боевой состав. Нам надо 2 подряд лиги чемпионов постараться взять. Вот таким стал мы выйдем на выездную игру. Мы минимально победили. Отлично, гол в гостях у нас уже есть. Так, сейчас у нас игра с Фулхэмом. Вот, поэтому я снова дашь капитанскую повязку отдам Хайверцу. Вот таким составом мы выходим. Даже Марсиалю даю шанс против Фулхэма. И победа 4-2. Отлично. 15 очков лидерства у нас все так же. Снова у нас 5 футболистов попали в сборную месяца. Сейчас у нас игра против Астон Виллы. Поэтому, мне кажется, я так же оставлю Хайверца, если у него все нормально, да. С капитанской повязкой. И вот таким составом мы выйдем на выездную игру. 4-2 победили Астон Виллу. 15 очков лидерства. Так, нам нашли вратарей. Это Нойер, Мерит и Алисон. Алисон и Нойер у нас очень там возрастные игроки. Поэтому мы будем подписывать, естественно, Мерита. Подаем запрос. Вот. Очень даже дешевый. Можно за меньше 20 миллионов его постараться подписать. Полетело предложение наше в Ювентус. Ну и сейчас будем продавать Бруно. Бруно. Бруно Фернандеша и Давида Дехеви. Также у нас самый низкий рейтинг в команде. Ну, Вейн Руни мы не считаем. Вот. Марсиаль. 8-2 рейтинг. Поэтому давайте им тем более там интересуется Тоттенхэм. Постараемся подписать хорошего нападающего. Так. А сейчас у нас игра против Берли в чемпионате. Поэтому даже снова Кай Хавертс у нас будет с капитанской повязкой. Вот таким стал мы выходим против Берли. 3-1 победа. И все так же 15 очков лидерства. Правда, теперь Манчестер Сити на второй строчке. Так. Мерита все-таки решили за 21 миллион Ювентус продать. Поэтому мы, естественно, соглашаемся. И вот у нас 44 миллиона. Теперь есть на нападающего. Но это при том факте, что мы еще не продали Бруно Фернандеша, Дехею и Марсиали. Так. У нас ответная игра в Лиге чемпионов. Домашняя теперь против Наполи. Самый боевой наш состав сейчас на поле. Могу, конечно, вместо Комары еще и Шквинера взять. Все. Вот таким стал мы играем против Наполи дома. И еще 2-0 мы их побеждаем. Поэтому мы в общей сумме 3-0 за два матча. Дальше проходит Манчестер Сити. 4-0 прошли. Ювентус как раз. Аякс прошел 2-0 Реал. Где-то мы это уже видели. Интер прошел Атлетико Мандрид неожиданно. Бавария прошла Пассажир 5-2. Мы прошли Наполи 3-0. Армения прошла Ниццу 6-2. Ливерпуль прошел Пенфипу 4-1. И Динамо, наша Москва, прошла Галатасарайс еще там 5-3. Поэтому мы сейчас можем, кстати, встретиться с Динамо в четвертьфинале. Нет, друзья, мы встречаемся в четвертьфинале с Баварией. Вот, так что это тоже будет интересный матч. Пришло, кстати, предложение по Марсиалю. За 33 миллиона его готовы купить в Тоттенхэм. Поэтому давайте мы попробуем здесь, конечно, увеличить стоимость его. 46 давайте миллионов, скажем им. Хакимии хотят у нас купить в Мадридский Реал. Мы отклоняем. Решварда хотят купить в Интер. Мы отклоняем. Ну вот Интер и кто там Реал еще, да? Ну вот, но Интер-то прошли дальше в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Поэтому ему нужно усиляться. Но я не понимаю, зачем, если он только летом к ним может прийти. Паласиус у нас теперь Вававун. Получает прозвище. Что за прозвище вообще? Хоть бы поясняли, почему такие. Сейчас мы играем против Саунгемптона. Так что снова я отдаю капитанскую повязку Хаверцу. И вот таким составом мы выходим против Саунгемптона. Саунгемптона. 2-0 победа. Отлично. У нас уже 17 очков лидерства. Вообще замечает, когда мы там чемпионами уже станем. Итак, панели пропало. Опять что вы чувствуете перед матчем, в котором вы можете завоевать титул? Вот так вот. Просто самоуверенно. Потому что не в следующем так. Следа следующем мы выиграем. Поэтому в любом случае играем сейчас против Сити, кстати. Марсиаля все-таки за 39 миллионов хотят купить. Ну давайте соглашаемся. Потому что надо нам найти сейчас замену ему. Постараться вот деньги за то получили на хорошего такого игрока в центр нападения. Вот таким составом мы выходим против Манчестер Сити. Это у нас полуфинал Кубка Англии. Очень важный матч. 1-0 мы побеждаем. Мы играем в финале против лондонского Челси. Мы вроде ни разу не побеждали в Кубке Англии. Поэтому есть шанс. Есть шанс. Так, ну и наконец это свершилось. Нам нашли Холланда. Вот. Скаута. Поэтому сейчас постараемся его подписать. Давайте за 76 постараемся миллионов. Вот. Давайте даже годовую не будем ничего спорить. Вот. Потому что нам не хватит тому. Блин. Надо Бруно Фернандоше тогда продавать. А Дехе еще. Тогда нам точно. Да хоть кого-нибудь там немножко нам не хватает буквально. Снова 5 футболистов попадают в сборную месяца. Сейчас играет Испания против сборной России. Вот таким ста мы выходим против сборной России. Надо вот так сказать отомстить за 2018 год. 2-0. Сборная Испании побеждает Россию. Так. Что по Холланду? Ух. Но они 95 миллионов просят. Ну давайте. Давайте немножечко еще поддержим. Я надеюсь им не к спеху держать это предложение. А мы ждем когда там Бруно Фернандоше. Кого-то там еще у нас могут забрать. Поэтому ждем. Играем против бельгийцев. И победа 2-0. Отлично. Так. Сейчас у нас четверть финала в Лиге Чемпионов против Баварии. Первая выездная игра. Так. Много игроков у нас конечно устало. Что-то даже Хакими зачем-то взял. Вот. Вот таким составом мы выходим. Надеюсь выдержат мои парни. Бавария против МЮ. 2-0 мы побеждаем. Отлично. Динамо кстати играет против Сити. 2-2 скатали. Отлично. Так. Сейчас у нас матч в чемпионате против Арсенала. Матч интересный конечно. Вот таким составом мы выходим против Арсенала Микелия Артеты. Дома правда мы играем. Минимальная победа 1-0. Замечательно. 17 очков уже лидерс. Ну мы вроде так стали да там сейчас чемпионами. Сейчас должны быть. Да. Вот награждение как раз именно в этой игре мы стали чемпионами. Замечательно. Скауты тут нам еще ищут центрального нападающего. Вдруг мы Холанда не подпишем. Ну Ливандовский возрастной конечно. Здесь у нас кстати вот Эдуард. Хороший нам знакомый. По стримовой карьере. Ну так же давайте Ляо добавим. Глянем. Ну так же Кейна нам решили подсунуть. Которому 31 год. Играет он за ПСЖ. Так. Сейчас игра. Да. МЮ против Баварии. Ответная игра в Лиге чемпионов. Стакоша на пиковой форме. Поэтому давайте мы его и выпустим. Так же у нас Эдер Милитал будет на поле. Ну и вот таким составом мы выходим против Баварии. Флика. Мы 2-0 выиграли Баварию на выезде. Посмотрим что будет сейчас. Да. И кстати Динамо тоже прошли. Вон смотрите что они творят в полуфинал. Вообще невероятная команда. Вот. Они вроде. Давайте вспомним. Мы два сезона сейчас играем уже в МЮ. В первый сезон Динамо заняли вторую либо третью там строчку. Вторую вроде. И сейчас вот они играют первый сезон в Лиге чемпионов. И дошли сразу до полуфинала. И могут с нами сейчас встретиться. И будет очень обидно проиграть именно московскому Динамо. Но мы сейчас проходим. 3-0. Отлично. Баварию. Армения дальше проходит. И наш злосчастный Ливерпуль. Правда который мы обыграли в последнем матче. Так. Пришло предложение по Давиду Дехей. Давайте попробуем увеличить естественно стоимость его. За 55 миллионов попробуем его продать в Мадридский Реал. Ну и тогда я не знаю там еще Холанда можно будет. Да, да, да. Еще можно будет принять условия. Я надеюсь успеем его купить. А пока у нас игра против Манчестер Сити. Первая строчка играет против второй. Правда мы на выезде сейчас играем. И вот таким стал мы выйдем против Манчестер Сити на выезде. И вот Сити наконец-то побеждают. Мы проигрываем сенсационно на выезде 4-1. Но у нас все так же лидерство в 14 очков. Так. Реал согласился за 50 почти 2 миллиона купить ДХ. Поэтому мы соглашаемся. Мы все-таки уже нашли замену для Дехей. Но по Бруно Фернандо уже не пришло предложение. Зато мы теперь подписываем Эрлинга Холланда в Манчестер Найт. Правда так и не поиграю я за него. Вот. Потому что мы будем уходить в другую команду из топ-5 европейских либ. Так. Сейчас у нас МЮ против Лестера. Матч чемпионата Англии. Мы стали уже чемпионами. Поэтому здесь не знаю сильно. Какие тут. Ну. Бруно Фернандо устал. Притом я не знаю. Давайте Хавердсу даже капитанскую повязку сейчас отдам. Вот. Забрал ее все равно. А нет. Я думал ДХ забрал. Ну вот. 8.6 рейтинг. Общий дух у нашей команды. Ну вот даже с Хавердсом. С ужасной формой и капитанской повязкой. Но мы побеждаем все равно. 3-0. Лестер. 14 очков лидерства. Ох. В полуфинале мы сыграем против Ливерпуля. Значит там Динамо и Армения. Ну будет просто страсти. Если мы сыграем с Динамо в финале Лиги Чемпионов. Так. Играем мы дома. Первую кстати игру. Поэтому надо быть готовым ко всему. Вот таким стал мы выходим против Ливерпуля. Надеюсь. Надеюсь получится нам выйти в финал. 4-0 нас выносит Ливерпуль. Динамо будет играть в финале Лиги Чемпионов. Динамо не мы. Хотя мы это Динамо собирали с вами. Вот это вообще обидно. Но 4-0. Сколько там. 6-1. Да. Тогда Барселона обыграла на своем поле. Вот. Но здесь мы все-таки дома проиграли Ливерпуль. Дома. На Энфелде нас вообще разнесут. Шквинер и Де Йонг попадают в сборную месяца. Поэтому скорее всего у нас трэбла не получится в этом году. Сейчас играем еще и против Челси в чемпионате. Вот таким стал мы выходим против Челси. А Лэмпорда на выезде. Кстати заканчиваем в ничью 0-0. 14 очков лидерства у нас. Так. Ну и сейчас у нас ответная игра против Ливерпуля. Естественно мы уже такое не отыграем. Ну постараться то надо в любом случае. Так так так. Бруно Фернандеша. Хоть и Хаверс на пиковой форме вообще без разницы. Все. Вот таким стал мы выходим. Мы полностью заряжены. Проиграем сейчас. Либо выиграем уже. Разницы нет никакой. Ну почти ребят. Кстати почти камбэкнули. 3-4. 3-0 мы вынесли Ливерпуль на Энфилде. Но. Немного не повезло. Мы выйтили в полуфинале Лиги Чемпионов. С трэблом у нас небольшие проблемки. Так что может быть. Динамо сейчас отомстит за нас. Выиграет Лигу Чемпионов у Ливерпуля. Сейчас у нас игра против Кристал Пелоса. И вот таким стал мы выходим против Кристал Пелоса дома. 3-0 мы проиграли Кристал Пелосу. У нас 11 очков лидерства. Ну и последней сейчас будет игра в Чемпионате Англии. Так у нас еще и кубок. Кстати закончился у нас матч с Челси в Чемпионате 0-0. И сейчас мы посмотрим как мы сыграем. Прям самый боевой состав надо прям выпускать. Вот таким стал мы выходим. Надеюсь сейчас мы должны все-таки побеждать. Кубок Англии ни разу не выигрывал. 4-1 выносим Челси. Замечательно. Вот хотя бы кубок Англии в этом сезоне мы выиграли и чемпионат. Так что все английское мы в этом сезоне выиграли. Лигу Чемпионов к сожалению нет. А так Требл могли друзья выиграть. Требл. Вот. Но верю там в Динамо. Динамо станет первым клубом, который выиграли Лигу Чемпионов. Лучший игрок турнира Шкринер. Да. Наш завоеванный. Ну этот трофей мы чуть попозже сейчас глянем. Сейчас у нас игра как раз против Эвертона. Вот. Давайте Клюеверта выпущу. Почему бы и нет. Да. Тут уже ничего не решает. Поэтому даже Хаверта с капитанской повязкой я выпускаю. Поехали. Вот таким составом мы отыграем против Эвертона дома. 1-0 минимально победили. И все. 96 очков у нас. 85 очков у Сити. На 11 очков мы опередили Манчестер Сити. Ну вот в том году мы набрали кстати 101 очко. Напоминаю. То есть на 5 очков мы сбавили. Сити кстати тоже сбавили. Они в том году 88 очков набрали. В этом году 85. Но в любом случае мы молодцы. Снова стали чемпионами. А Сити снова на второй строчке. Символическая сборная. Грин вот даже в нападении у нас странно. Де Йонг, Ренан Лодиш, Кринер и Давид Де Хея. Замечательно. 5 игроков из Манчестер Юнайтеда. Супер. Лучший игрок турнира стал Де Йонг. Ну вообще заслуженный. Хочу сказать 2 трофея с нового нас. 2 премьер-лиги. Кубок зато наш первый. Вообще замечательно. Так вот и Бруно Фернандоша наконец-то решили купить в Интер. Давайте увеличим трансфер. Стоимость 52 миллиона. Попробуем. Почему бы и нет. Так. На руне мы отдали в Интер. Как раз сейчас Бруно Фернандош туда может уйти. Давайте попробуем тогда руне мы если что продать. Вот. И поэтому все так же попробуем найти хорошего центрального полузащитника нам в команду. Иначе у нас их всего лишь 2. 3. Даже она надо 4. Хотя бы это у нас Паласиос, Де Йонг и Милинкович Савич. Ну и Руни, который постоянно по арендам. Поэтому Руни надо постараться продать как-то. Вот. И за него мы получим деньги. Здесь конечно останемся сейчас в Манчестере. На что я мало. Надеюсь надо куда-то естественно уходить. В сборную месяц у нас кстати никто не попал. Комара плюс 1 к рейтингу. Клювер плюс 1 к рейтингу. У нас сейчас матч сборной Испании против Англии. Вот таким самым мы выходим против сборной Англии. И минимально мы обыгрываем англичан. Ван Бесаку хотят купить Волверхэмптон. Мы отклоняем это предложение. И Бруно Феррана шинут за 48. Согласен купить Интер. Поэтому мы естественно отпускаем. Желаем удачи. Вот. Спасибо за сколько. Он пришел в том году зимой. Получается 4 года отыграл Бруно Фернандеш. Так. Ну а здесь я даже никого менять не буду. Все абсолютно те же у нас выйдут против сборной Польши. 4-2 победили поляков. Ну. Как я помню. Сборная Испании у нас была на первом месте в рейтинге сборных. А вот МЮ были на второй. Но там сейчас будут обновления рейтингов клубов. Поэтому надо перед уходом посмотреть. Получилось ли у нас сделать из Манчестера Юнайтеда сборную. Ой. Лучший клуб в мире. Мозер Уэлл нам предлагает замечательное решение. Почему бы и нет. Почему бы и не перейти в Мозер Уэлл. Это чемпионат Шотландии. Шикарный. Условия нам бы предложили там. Так. А вот и хорошего нам игрока нашли. Кстати Камовинга. Многим он естественно известен по стримовой карьере. Вот. Поэтому давайте попробуем подписать Камовингу. на три года. Вместо как раз вот Руни. Надеюсь там Руни и продадут в Манчестере. Чтобы развивался сам футболист. Либо опять отдадут в аренду. Так. Подтвердите состав команды. Ох. У нас же Евро. Поэтому надо мне кажется сейчас подтвердить. Евро 2024. Национальная сборная. Сформировать. Национальную сборную. Ну что ж. Поехали. Давайте. По позициям будем наверное тут смотреть уже. Хотя нет. Надо рейтинг. Да. Общий рейтинг по убыванию. Вот. У нас Родри. Мы поехали с самых низов. Эрмоса 79. Есть ли там хороший центральный защитник. Эрмоса 79. Есть Пау Торрес. Кстати. 80 рейтинг. Неплохо. Берем. Ерай. А почему там было Ерай написано кстати. Нет. Марата у нас. Да. Естественно Марата. 79 рейтинг. Центральный нападающий. Поедет ли он с нами. Нет. Поедет с нами Ньяки Уильямс. Хоть и 30 летний. Но зато рейтинг у него повыше. Ерай. Теперь снова центральный защитник. Ищем. 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 Если там кто-нибудь еще на этой позиции. Унай Мунис. Ну давайте. Будем омолаживать хоть как-то. Надеюсь он там помоложе. Вот. Пау Торрес. Уильямс. Родриго. Справа давайте посмотрим. Мы правых нападающих не смотрели. Так. Здесь Пабло Сараби. А здесь у нас Алекс Калада. Поэтому тоже омолаживаем. Вообще не наигранный состав сейчас поедет. Пяте мы смотрели. Для центральных защитников. Ангелиню. Давайте слева глянем. Влево кто там был. Да. Хорди Альба. Но мы его и не берем. Поэтому возрастной сильный он игрок. Дальше. Правый защитник. 82 рейтинг. Самый минимальный. Ну а здесь естественно искать нет смысла. Покажу вам. Вот. Серджи Роберто. 80 рейтинг. Поэтому. К сожалению нет. Так. Бускетс. Опорный полузащитник. Если кто-нибудь у нас есть. Зубельдия. Влэстри кстати играет. Давайте возьмем. Дальше. Луис Альберто. Центральный полузащитник у нас. 83 рейтинг. А у нас Сибалиос. Поэтому. Какой рейтинг у. Ой. Возраст у Луиса Альберто. Надо было глянуть сейчас. 32 надо. Да. Конечно. Надо менять. Вот. Омолодили немножко состав. Так. Тьяго. Центральный полузащитник именно. А мы сейчас же. Только да. Поэтому все. Центральных полузащитников мы не смотрим. Идем дальше. Смотрели. Вратари. Вратари. Кепа. Либо у нас Симон. Кепа. У нас Симон 27. Кепи 30. Поэтому да. Мы меняем. Поэтому там будет у нас ДХ. С капитанской повязкой. Скорее всего. На всех матчах. Здесь мы смотрели. Ну и все. Здесь ничего мы больше и не изменяем. Поэтому вот таким составом мы едем. Сейчас сформировываем команду нам. Здесь сделаем так. Пике и Рамос до сих пор у нас в центре защиты. Адриасола. Давайте даже помоложе сделаем. Родри. Ну и кстати смотрите. Если мы Вильямса поставим так. Я не знаю. Я не знаю. 89. Командный дух. Но если мы сделаем. Ну вы поняли. Если что. Можно Уильямса будет поставить налево. Все такое. Вот Рамос и ДХ. Давайте Рамос будет у нас с капитаном. Но это пока что так. Потом на матч там мы естественно уже изменим. Все. Вот таким составом мы едем. Да. На чемпионат Европы. Первый для нас серьезный турнир. Так. Давайте глянем нашу группу. На Евро. Испания. Португалия. Швейцария. Босния. Герцеговина. Ну должны здесь с португальцами мы первые позиции занимать. Конечно в группе. Обновление рейтинга команды. Ну мы смотрим. Обязан Манчестер Юнайтед на первую строчку становиться. Я в это почему-то так верю. Наконец-то на первой строчке. Манчестер на этот день избавляет оборотов. Они произошли Ливерпуль. Так. Что-то у нас с Камовингой кстати переговоры зашли в тупик. Почему? Ага. Ну понял. Ну мы добавим Камовингу в список. Через некоторое время. Я не знаю. Вроде уже нельзя будет ему подать. Да. Манчестер на первой строчке. Камовинга не получилось подписать. К сожалению. Вот. Ну мы сейчас посмотрим. Получится или нет. Снова это сделать? Мне кажется, что нет. У нас сейчас матч EMU против World Selection. Вот. А мы заходим в переговоры. Игроки в списке. Так. Ну. Холланд уже к нам присоединяется. Лиау мы естественно убираем. Эдуарда убираем. Камовинга. Посмотрим. Да. Все. За три дорого только Камовингу можно будет подписать. Мы естественно не хотим. Ждем. Ждем. Пока скауты нам еще кого-нибудь найдут. А пока у нас игра против. Это я даже не буду там настраивать. Что-то. Поехали. Так. Минимально проиграли. Вообще. Суть не в этом даже была. Итак. Клубы нам кстати начали предлагать. И вроде это как последний момент. Ой да. Хэбэ, Чина, Фортунэ. Нам предлагают. Так. Давайте думать. В какую команду нам бы переходить. Соревнования. Сведения. Давайте вот. В чемпионате Франции. Ну естественно. Вот. ПСЖ. Вот. Это один. Давайте я запишу даже куда-нибудь себе там. ПСЖ 102. В серии А у нас Ювентус 91. В Испании давайте даже Атлетико 93. Барса 89. И Реал 87. Ну мне кажется выбор сейчас очевиден. Будет это перейти в Реал. Постараться им помочь подняться. Так. Ну и Бундеслига. Последнее. Посмотрим. Здесь у нас есть на Бавария 87. Ну кстати нет. Я бы постарался бы в Баварию перейти. Вот. У нас есть интересные такие клубы. ПСЖ 102 очка. У себя набрали. А вот Реал заняли третью строчку. Поэтому мне кажется я бы в Реал постарался бы перейти. Все таки Бавария и так там чемпионы. А надо Реалу помочь. Стать чемпионами. Вот. Почему бы и нет. Хоть я и болельщик Барселоны. Но мне кажется в Реал можно было бы перейти. Поэтому так как это вообще вот делается. Запрос трансфера. Да. Поэтому давайте попробуем. Папапам. Отправим предложение мадридскому. Сейчас Реал. Где они вообще? Вот. Мадридский Реал. Запрос трансфера. Да. Трансфера один. Вам придется подать запрос. Да. Мы подаем. И ждем. Так. Сейчас у нас еще и игра. Олд Бойс. Против нас играют. Варди завершает карьеру. Луич. Ману Тригерас. Бейл. Нейнгалан. Лукас Лейва. Каларов. Отчерби. Фернандиньо. Соман Куриквелли. Сиригу. Фернандес. Дубравка. Эпериану. Палас. Кумс. Лемина. Газинский. Кстати. Рабиньо. Бабель. Штуани. Ангель. И кстати. Марио Балателли. Поэтому мы завершаем. И все. Одинокно мы побеждаем. Поэтому все. Завершаем. И на этом наш путь в Манчестер Юнайтеде. Мы ждем сейчас предложение от мадридского Реала. Они там примут или нет. Так. Сообщение. Хакимири. Шарлисон. И что типа. Все. Я теперь не смогу перейти. Но это же тупо будет. Вот. Хакими. Мы отклоняем. Так. Переводим время. Перейти все. В смысле. Я остаюсь в этом клубе. А что надо было. Почему. Я же мадридским Реалом. Там. Идут переговоры. И что. Типа. Никак. Серьезно. Я останусь в Манчестере. И мне мадридский Реал не даст перейти теперь. Серьезно. Вот это сейчас. Это просто жесть будет. Это когда надо начинать. Это там вести было переговоры с ними. Так. Ну давайте здесь сделаем опять вот это. Вот я согласен на Лигу Чемпионов. Играть. И сейчас серьезно. Мы не сможем перейти в мадридский Реал. Идут переговоры. Так что я может немножко еще подожду. Или как. Это типа там потом в полугодии можно там уйти. Серьезно это будет. Если так, то я буду тогда стараться выиграть Требл. Сейчас в Манчестере Юнайтед. Вот. Гринут плюс один к рейтингу. Паласиус плюс один к рейтингу. Сколько там ждать-то этого вообще. Дело самого. Возвращение Уэйна Руни. Переговоры. Но это мы все дальше. Давайте тогда в следующем выпуске мы все это глянем. Вот. Получится или нет у нас перейти в мадридский Реал. Тоже мне сейчас это интересно. Мне кажется нет. Если нет, то мы доиграем третий сезон в Мью. И тогда я уже понял там за месяц до конца мы будем уже тогда отправить предложение. Но сейчас это наш шанс постараться выиграть Требл. Поэтому все друзья на этом. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До новых встреч. Друзья всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok